То есть, если каждый считает, каждый ведет честную игру между собой, да, и все друг другу не друзья, а партнеры, тогда безопаснее во всем мире. А так получается, видите, вот... То есть, вы за то, чтобы сейчас штаты усилились? Я за то, чтобы штаты сейчас не ослабевали. Не ослабевали из-за вот этого кризиса с афроамериканцами. Чтобы они оставались довольно сильными. То есть, смотрите, допустим, вот простой пример, да, штаты не ослабевают, да, они нам, допустим, вот Украине поставить оружие, да, вам это выгодно, чтобы они были сильные, поставили нам оружие, вам оно зачем? Почему вы не за слабую Америку, чмошную Америку? Если Америка станет сильным, как китайцы, полтора миллиарда, понимаете. И Америка за бугром, а Китай, он у нас на границе. Понимаете? И потом, даже если Америка вам будет продавать очень дорогое и очень хорошее оружие, ну, не вам, не украина. Это не значит, что Украина внезапно нападет там на Россию. Правильно, это что надо быть абсолютно дожима. Нет, это означает, что Украина будет вести более... Не будет, потому что кто вам оружие продал, тот вам условие едите, понимаете. Сегодня вам продали там... Будет вести более антироссийскую политику. А куда уж будет вести более... Да куда уж больше. Мне кажется, в следующем уже практически все разуровно все что есть. Окончательно разорвут как бы, ну, а дальше уже... Понимаете, это же улица с двусторонним движением, как бы, если вы партнеры, то вы можете друг другу там какие-то сделать предложения, ну, там, хорошие, плохие, но делать. А если вы другу бы не знаете, то как бы без разницы, какие у вас друг другу предложения, понимаете, да? То есть, ну, вот, предположим, не понимаю, ну, Украина, например, полностью закроется от России, вот, вообще, на сто процентов. Ну, и что тогда будет Украина, Россия диктовать какие условия на основании чего? Нет никаких связей. Понимаете? Это как вот Северная и Южная Корея, да, вот сейчас Северная Корея, да, взорвали они там эту башню связи с Южной Кореей. Ну, и что теперь Южные Корейцы будут диктовать свою непреклонную волю? Так их никто не услышит. В той стране нету приемных, понимаете. То же самое и здесь. Прикол о том, что Северная Корея постоянно выражает, что они пойдут захватывать Южную Корею. Ну, они же не идут, потому что они точно знают, что они знают. Потому что в Южной Америке, в Южной Америке, в Южной Корее американские военные базы. Я так и сказал, они, северокорейцы, точно знают, что они получат по морде, если пойдут на Юг. Вопросов нет. А если Америка ослабнет? Нет. А если Америка ослабнет, то можно, может быть, не пойдет Южной Американой? Не, не пойдет. Потому что это не пойдет. Северная Корея не пойдет? Нет, не пойдет. Это им будет не выгодно. Ну, мы не можем быть так уверены. Вот, посмотрите, Крым, допустим. Ну, смотрите, допустим, вот Крым, да. У Америки слабый президент, да. Реально, они выбрали негра, да. Причем негра слабака. И вот, получается, короче говоря, негра слабака, да. Не запускай будет. Там, он в Сирии идет на уступки, он в Грузии идет на уступки, да. Допустим, Россия там раскидал этих грузин. Американцы сели на попуск. Там тоже были проблемы. Ну, в любом случае, смотрите. Крым и Америка опять не вмешивается. То есть, появилась слабая Америка, да, такая... Мы никуда не вмешиваемся, и все, Россия идет вперед. А что они? Сильная Америка. Сильная Америка, и уже Крым не получится захватить. Так какая вам Америка нужна слабая или сильная? Вы же определитесь. Вы странно рассуждаете. Например, вы предполагаете, что... Поправьте, если я не прав, что если бы Америка была сильная, то Крым бы к России не просединился. Правильно? Я помню ваш смысл. Я думаю, что если бы во главе Америки стоял более сильный президент, то вы бы не рискнули начинать эту операцию. Почему? Вы и так ее начинали очень-очень аккуратно, очень боязливо. И только видя, что американцы не реагируют, смелели и начинали раскручивать. А почему они не реагировали? Потому что у них во главе стоял слабак. А может быть у них был другой интерес просто? Может быть им просто было нужно, чтобы Россия сделала вход, который потом, с их точки зрения, ну вот если представить себе шахматную доску, то противнику нужно дать ошибиться. То есть противник огромный. Огромный. И у вас, например, равная позиция на шахматной доске. То есть следующий ход решает, как быть. И вот в двух ход России. И Америка подставила, грубо говоря, какую-то фигуру, чтобы Россия сожрала эту фигуру. И потом Америка оказалась бы более, ну как друг с той стороны, оказалась бы в более выигрышной ситуации. И можно на нее наложить санкции. Да, к примеру. Ну и какие-то ввестиграды. А теперь скажите. Сейчас, секунду. Только надо, им надо было посчитать, не хочет ли того же и этот игрок, вторая, вторая сторона, не хочет ли этого же и Россия. Не добивается ли она того же, со своими другими целями. И они посчитали, что их посыл верный. А Россия что-то там другого хочет. И поэтому получил цикл. Но теперь смотрите. Допустим, это был, допустим, ладно. Допустим, это был хитрый расчет умного сильного государства. Заманите Россию в ловушку и накидать на нее санкции, чтобы она завязала в этом все. Ну а вам она вы одна такая сильная страна, которая может вам так нагадить. Еще раз. Зачем она ввести? Есть несколько полюсов. Если один из полюсов безумно усилится, например, Китай, что мы будем с этим делать? Понимаете? Их же полтора миллиарда. То есть вот вам это может быть не очевидно просто. Но когда вы... Вот есть треугольник. Треугольник. Если вы один из углов, он у вас выпадает, то это уже не треугольник, а угол. Понимаете? И вот в треугольнике, который сейчас сформирован, вот Россия, Европа, в одном углу стоят более-менее. Соединенные Штаты и там часть Европы в другом углу, и Китай, и все страны, которые его окружают в третьем углу. Если какой-то из углов усилится, то он как бы на себя стянет, притянет игроков из других лагерей и усилится еще больше. А в этом нет смысла. Зачем? Мне кажется, все гораздо проще. Мне кажется, все гораздо проще. Вот это неправильно. Все всегда очень сложно. Нет, я не против воспринимать все сложно, подробно, но именно в этом конкретном случае, ведь какой вопрос я вам задал? казалось бы, Америка ваш противник, вы должны быть за ее ослабление, негры ее ослабляют, почему вы против негров? Но, и вы начали толкать теорию, что мы не хотим ослабления Америки, потому что, ну и все это все. Я подумал, что все гораздо проще. Просто у вас, я спрашивал, почему у вас так это не в суд? Я думаю, все гораздо проще. У вас уже давно сформировался образ Америки как врага. Когда встанет врага... Я говорю, да ничего подобного. Давайте я свою теорию расскажу. На самом деле все просто злорадство. Вам нравится, что такой сильной страны начинаются проблемы с каким-то обосранными неграми. Вам нравится, что такая вроде бы сильная страна вдруг начинается... Оказывается, что у нее там внутренние проблемы. Вы просто с этого гоните. А когда вас спрашиваешь, а почему вы с этого гоните, почему вы именно... Ну и понятно, что вы не можете быть за негров, потому что негры херню творят. Но интересуйтесь вы этим просто потому, что вам нравится то, что у большой и сильной Америки вдруг такие серьезные проблемы. Но они не такие серьезные, как кажется. Они не такие серьезные, как кажется. Короче, я злорадство. тут наверное злорадство. Есть такая теория треугольника Киссинджера, по-моему, называется. Теория. В которой говорится, что Соединенные Штаты должны иметь отношения с Россией не хуже и не лучше, чем отношения у России и Китая. То есть треугольник должен быть равным. Чтобы было три полюса. Три равных полюса силы. Потому что любое действие, которое совершают сейчас Соединенные Штаты, вот они, например, блокируют Северный поток-2 и думают, что это хорошо. Но все уже сделано для того, чтобы это не имело никакого, по сути дела, большого значения. Потому что проложена первая труба в Китае. Сейчас уже ведется, насколько я понимаю, строительство второй трубы в Китае. Новотек, наша компания газовая, построила там один или два терминала газовых на севере. под Санкт-Петербургом в услуге тоже строится один газовый терминал и, по-моему, даже второй. И на выходе, даже если Северный поток не дадут построить и с Украиной не удастся договориться, а с Польшей контракт вообще уже истек, то ничто не мешает России торговать с жиженным природным газом по американской цене и получать на этом сверхприбыли. То есть трубный газ дешевле, чем с жиженным. И если все это не получится, в России просто будет продавать жиженный газ. А продавать его будет туда, куда захочет. А скорее всего все равно в Германии. Потому что Германия является лидером и с ними Польша договариваются с поляками. Поэтому с этой точки зрения все энергетические ничего не поменяется. Да, давайте. Поэтому лучше, чтобы земле равной силы. Понимаете, как вот. То есть, чтобы на финиш великой гонки все пришли ноздря в ноздрю. Извините за мой такой местечковый украинский скептицизм, но Россия не может и близко тягаться ни с Америкой, ни с Китаем. И если это будет треугольник, то это будет очень тупой треугольник. Ну как? Смотрите, да нет, вы правильно рассуждаете, просто не в тех категориях. смотрите, Россия, согласитесь, она вдвое больше по территории, чем самая большая страна после России, Канада. Знаете, еще какая страна большая? Бразилия. Канад, она должна быть. Нет, нет, мы не Бразилия, Канада, Россия, Канада, Австралия, потом там кто-то еще, потом только Бразилия. Она на полно 6 месте. Смотрите, следуя вашей логике, смотрите, следуя вашей логике, Бразилия или Канада должны быть невероятно сильными, потому что у них огромная территория. Монголия, гигантская страна. Монголия. Канада не может быть безумно сильной, потому что они не самостоятельно вообще. У них огромная территория, но они под США. А вот под кем Бразилия? Я не по Бразилии, по-моему, пока сейчас более-менее самостоятельно. Дело в том, что вы, когда смотрите на карту, видите гигантскую страну свою, то ваше сердце патриота, я знаю, ваше сердце патриотов просто теплеет в груди, да? Но нужно понимать, что большая часть этой территории это труднопроходимые территории, на которых невозможно нормально жить. Я знаю. Да? Это прекрасно. Как и Бразилия. Какой-нибудь бразилец смотрит на свою гигантскую страну их ни хрена себе. Но по факту это джунгли джунгли Амазонки. Да, и города. Канада. Ну да. Австралия с ее огромным этот самый блин. Короче говоря, и злой страны, Япония. Блин, да я сейчас вышмаркаюсь, Япония как-то Россия так вышмаркалась, это сопелька такая. Казалось бы, да это Япония должна быть самой слабой страной в мире. На каких-то чмошных островах там живут, ютятся друг у друга на головах. Господи, у них нет ресурсов. Тем не менее, Япония это очень сильная государство. У них есть ресурс, о котором вы не думаете. Я уверен. Люди. Нет. Люди. Нет. Люди, оно, конечно, важно, но это не тот ресурс, который нужен для того, чтобы быть богатой страной. Вот как вы думаете, у Японии какой ресурс исходящий есть, который очень богатый ресурс? Я сказал вам, вы говорите, я в свой вариант сказал, вы говорите. А, ну, в общем, у них есть рынки Соединенных Штатов и Европы. Это гораздо больше ресурс, чем даже люди, понимаете. Ой, беда. Ладно, вы не согласны с этим? По-вашему, Япония продает японские машины, телевизоры, техники, технологии только внутри своей страны или все-таки они продают наружу? Соединенные Штаты как один. Вы всерьез называете именно этот ресурс главным? В нашем мире, смотрите, нет проблем что-то произвести, есть проблема что-то, то, что произвел продать, согласитесь. То есть, любая страна, подождите, у Мексики, у Мексики тоже рынок, это Штаты, они полностью зависит от этого рынка. но Мексика это нищая чмошная страна. Извините, но рынок, видите, ваша... Нет, понятно, что люди тоже важны, но эти люди без рынка они... Это самое важное, это самое важное. как сказать? Ну, извините, люди, которые способны создавать... У вас могут быть, извините, у вас могут быть абсолютно гениальные, трудолюбимые люди, но если вам некуда продать ваши продукции, то не будет в этой стране богатства, понимаете? У Мексики есть куда продавать? Да, но у них вот нету, значит, достаточного количества людей. Или, может быть, им мешает кто-нибудь, кто рядом, большой сосед. Большому соседу надо, например, много гастарбайтеров. Вот, вот яркий пример, вот яркий пример, например, Польша, да, и Литва, Латвия, Эстония. Да, Польша выходит сейчас на какое-то второе место в Евросоюзе, да, по объему в Украине третье. Да, у них там 1,2 миллиарда на четвертое, наверное, они выходят вместе. Вот. Или триллиона. Ну, короче, много у них. ВВП большой. И народы много. А рядом Эстония, Латвия и Литва тоже, казалось бы, в принципе, то же самое, но они почему-то занимают самые последние места. В общем и целом все то же самое. И площадь маленькая, людей мало. Могли бы быть там IT-сверхгигантами. Да, но они ими не являются. Что ж там, люди плохие? Или что? Нет. Просто не надо. Вот и все. Польша выгодны, чтобы это все было у нее. Германии выгодно, чтобы было у Германии. А Соединенным Штатам выгодно, чтобы вокруг них не было очень сильных игроков. Вот вы бы хотели жить... А, ну вы уже так живете со страной рядом, которая очень большая, сильная. Ну вы бы, наверное, не хотели. Ну, может, не вы лично, но некоторые украинские националисты, которые включали, потому что Россия развалилась, и еще власть артемии. Понятно, что так все просто не бывает, но все равно рядом с вами Евросоюз находится, Германия, то же самое. Вы думаете, в Германии есть какие-нибудь реальные люди, которые хотят прям добра Украине? Может, они как от людей вытащили, мозги, технологии какие-нибудь, которые остались сейчас в Советском Союзе. И все, а все остальное посадить на распашку полей там оставшиеся 10 миллионов. Все остальное разобрать. То же самое есть с Россией, как от делать? Здесь все обслуживать нефтяные скважины там и валить я не могу следить за вашим извините, я не могу следить за вашим ходом мыслей. Мы начали говорить с того, что вы сказали, что Россия и имплант. Мы начали с того, что я сказал, что треугольники Китай, Штаты, Россия. Россия это очень-очень тупой угол. Ну, не тупой, так сказать. Я понял, незначительный. Да. Вы начали напирать на то, что типа посмотри на размер. Я начал приводить вам примеры больших стран, которые ни о чем и маленькие, которые о чем. Но Россия это при этом о чем? Мы же не берем, мы же берем имеющиеся диспозицию, правильно, а не гипотетическую. Скажите, у вас в реально существующей все по-другому. ВВП вы какое место занимаете в мире? По-моему, пятая или шестая. А не одиннадцатая? Нет, не одиннадцатая. Сто пациент. У вас компьютер? Да. Или телефон? Работа или телефон. Компьютер? Ну, потом как-нибудь гляните. О чем не глянуть? Я вам зуб даю на отсечение по как это называется по всемир нет по там есть всемирный банк и как-то еще вторая там организация по одной из них на нашестом месте а по другой на пятом. Почем же быть уже по ВВП? По ВВП? По ВВП? По ВВП? По ВВП? По ППС? Валую продукцию? Нет, на душу, извините, на душу населения какая-нибудь маленькая чмошная Голландия паритет тогда будет не по извините не по ВВП на душу населения если так тогда паритетария извините Швейцария это маленькая слабая страна но на душу населения у них ВВП большой ну вот а мы я седьмое место ошибся видите до России номер 7 это почем вы смотрите по ВВП на душу населения на душу населения правильно да но я же не об этом говорю но я же не об этом говорю а если то что вы это его смотреть бессмысленно вот если обычный ВВП без души населения он-то бессмысленно просто а он ничего не дает показатель который ни о чем не скажет хотите пример да конечно вот смотрите берем просто ВВП берем обычную очень простую ВВП из одного пункта стрижка вот такая как у меня ежик вот они или как у вас как у вас называть еще больше ежик вот он у вас например или у нас у меня мой ежик стоит и не помню рублей 400 то есть это сколько 400 рублей 5 евро или 5 долларов а в Соединенных Штатах он бы стоил 20 вот как вы думаете у кого ВВП больше из-за стрижки то есть работа одна и та же машинки постричь человека а ВВП получается у них в 4 раза больше потому что ВВП упало 20 баксов а не 5 а по факту хорошо если если предположить что понимаете поэтому надо именно на душу населения по паритету покупательских не ну подождите тогда Швейцария должна быть самой сильной в мире страной почему у них очень мало потому что по ВВП на душ население у них больше всего ну я же там Швейцария Нидерланды и Швеция по-моему да ну вот Индонезия Бразилия Великобритания Франция Мексика Италия Турция Корея там и так далее Канада Таиланд Турция вот Нидерланды 32 место я не знаю это же не мои данные открыть в Википеде смотри так сейчас я открыл сейчас так рейтинг по ВВП стран мира посмотрим в ВВП в ВВП в ВВП Так, по ВВП такой у нас год. 18-й, да? Наверное, да. Так, на первом месте США, у них 120, что у нас в миллиардах. А, короче, так, США, Китай, Япония, Германия, Викобритания, Франция, Индия, Италия, Бразилия, Корея, Канада, 12-е место, Россия. Ну, вот, видите. Да, мне устало. Ну, слушайте. Не глупо. Ну, не какое там вы сказали. 50-е место, не 20-е место. Я говорил, 11-е, не ошибся, 12-е. Ну, все равно, все равно. Ну, ну, просто получается, что... По номиналам ВВП, по номиналам ВВП, по номиналам ВВП, не серьезно сравнивать. Я понимаю, это, в сравнении, в никуда. Вот как раз. Обоснуйте. Ну, я же вам так же сказал, что вот, если просто по голову ВВП, то получается, что в Америке из-за того, что 3-4 раз дороже, у них ВВП в 3 раз больше. Ну, по факту-то одно и то же. То это, если они, например, хорошо предполагают один и ка... Хорошо предполагают, понимать, ну, в 10 раз дороже российского, а на поле боя примерно то же самое. И поэтому у них ВВП падает в 10 раз больше денег. Ну, в расчетную величину. А по факту... Тогда вот вам аргумент. Вы как думаете, в Китае стрижка такая же, как в России? Или дешевле? Мне кажется, дешевле. Я думаю, дороже. В Китае, серьезно. В Китае огромное количество нищебродов. Как и в любой стране. В Китае полтора миллиарда. Там есть люди, которые, я думаю, камнем себе волосы срезают. Но мы же таких не берем. Мы же таких не берем. Ну, хорошо, уже не считаю. Теперь смотрите, допустим, ладно, допустим, у всех стран в первой десятке этого списка, там в 2-3 раза больше, чем у России. И, значит, получается, что вот Россия у нее... Так, 1,5 триллиона получается долларов, да? Наверное, вот. А у Германии 4 триллиона. Ну, да. Ну, если следуя вашей логике, так Германия туда не слабее России. Смотря в чем. Пускай в Германии будет в 2-3 раза дороже стрижка, но у России 1,5 триллиона, у Германии 4 триллиона. Как считать? Вот смотрите, например... У Японии, сколько там, 5 триллионов, у Британии почти 3 триллиона. То есть в 2 раза больше, чем у России. Ну, да. Ну, и еще раз, как считать? Вот если гол... Не получается что-то треугольника у нас вообще не получается. Ну, поэтому Россия вместе с Европой, она понимаете, она вместе с Германией, вместе с сильными странами. Понимаете? То есть это вот... А что, Россия с Европой, там разве санкций нету, всего этого? Ну, есть ограничения. Так в этом и проблема, понимаете? То, чего доберется. Американцы разве войска не перебрасывают в Европу свои натовские поближе к вашим границам? Вот вы правильно все сейчас говорите, абсолютно правильно вы сейчас говорите. И если мы берем треугольник, о котором я вам говорил, то это все глупо. И вот почему они сейчас это все действительно делают. Это, вот вы правильно заметили, вводят ограничения вот эти, да, перебрасывают войска поближе. А что они получают на выходе? Россия дружит с Китаем против них всех. Как вы думаете, если Россия, там, какая там, 11 экономика будет дружить с первой экономикой мира, да, с производственным цехом всего мира, это лучше для Соединенных Штатов или хуже? Вот мы с Соединенными Штатами общих границ не имеем, например, да. Если они не захотят покупать какую-то нашу продукцию, то ее захочет, к примеру, покупать Китай. И он сможет это сделать, и Соединенные Штаты не смогут этому никак препятствовать, понимаете? То же самое, в принципе, с Европой. У нас с Европой есть общие границы. Если мы захотим, и Европа захочет с нами торговать, то нам ничто не мешает это делать. Понимаете, и Соединенные Штаты никаким образом не смогут этому препятствовать. Было бы желание. А что они делают? Ну зачем они все в мире штаты? Ну, вот для того, чтобы Китай не усилился до такой степени, что Россия стала бы младшим братом Китая, надо, чтобы США был сильным, чтобы у Китая был противовес. Понимаете? А мы могли бы спокойно плавать между большими рыбами, и никто бы нам не мешал развиваться. Но ведь вы пытаетесь сделать какую-то экспансию, там, вот, мутки в Сирии, там, в Украине. Ну, это в Сирии здесь вообще вообще не причем. В Сирии это совершенно другая тема. Она вообще. К этому имеет весьма посрединное отношение к экономике. Ну, там, конечно, тоже, ладно, с трубопроводом не было, но там здесь были. Можно вопрос? Конечно. Можно вопрос? Да. Может, вы знаете, зачем вам вся эта фигня в Сирии? Вот, я могу только предполагать. Хотите, могу рассказать вам свое предположение. Ну, если не очень долго, так в двух словах, то мне интересно. Не очень долго. Ну, я постараюсь. Смотрите, в Сирии идет война. Там исламское, бывшее исламское государство, да, они там развязали, вот пытались построить там свое, это самое. Первыми начали туда вмешок в США, но у них не особо получалось, да. Что получила Россия на выходе? У нас есть ряд республик, в том числе республики Кавказа, где и вокруг России есть республики бывшего Советского Союза, где как раз мусульманское население. Сами понимаете. Естественно, исламское государство, да, которое там в Сирии образовалось, да, оно притягивало к себе не православных христиан, да, а мусульман. Соответственно, для России какие риски возникают? Что отсюда будут уезжать туда определенные люди с определенными наклонностями, да, там обучаться воевать и здесь потом теоретически могут устраивать теракты. Это наши люди и то же самое касается стран ближнего рубежа, да, то есть там Узбекистан, Казахстан и так далее. У них там тоже мусульмане, они тоже туда поедут, но у нас с этими странами безвизовый въезд. То есть опять все вот эти люди могут приехать в Россию и устраивать здесь теракты. Чем плохи теракты для России? Это опять возможность начала гражданской войны с республиками Северного Кавказа. Это никому не нужно. Поэтому, чтобы избежать вот этой проблемы, как одна из, сам, превентивный удар такой, да, то есть отправить людей туда вооруженные силы, ну, одну часть, да, военно-космические, плюс зенитные ракеты, чтобы защитить, прикрывать их. Чтобы подавить вот это все дело там в зародыши и не получить у себя на территории скрытые, спящие террористические ячейки, как вариант. И вы сами верите в эту теорию? А почему тут вера? Это же возможно, не находите? У нас же такой уже был. Много чем? Мы один раз уже проходили, у нас уже один раз война в Чечне была, туда приезжали и Саудовской Аравии, там, и сама, тут только не приезжали. Все эти арабы, да, и устраивали теракты в том числе, то есть это у нас уже было, нам, как бы, не надо второй раз получать в виду, граблями по лбу, достаточно. Вот как вариант. Плюс, конечно, я сошел, я с газовой трубой. Я вообще другую теорию слышал. Ну, и расскажите, у вас там интересен. Вот там, типа, теория, что это недалеко Йемен, в Казахстане. Которым много газа, и хотели протянуть ветку газовую через Сирию. Я же сказал, в том числе и трубу, да. А, в том числе и газовую трубу, да. Я же сразу сказал. В том числе и газовую трубу, разумеется. Насколько я помню, то... Насколько я помню, то... Ваши начали поддерживать Асада еще до... До ИДИЛа. Нет, как раз... после сша сша там построили несколько военных баз и говорили что они долго ты не помните там была история что в турцию шли колонны и цистерны с нефтью и наши там все это дело бомбили сша там уже стояли они все это видели но ничего не делали незаконная торговля нефти со стороны один а потом пришли наши все это дело хотя бы в этом направлении прикрыли по крайней мере поговорим ну и сша то же самое заявляет они же говорят что мы победили идем а значит он реально побежден но мы же не можем дональду ивановичу особенно я одно время следил за этой фигни я там видел что вы не столько идил сколько этих 2 чечмяков бомбили а эти чечмяки воевали с ее то есть вы бомбили тех кто воевал курдов прикрывал соединенные штаты и курдов не курдов там были сирийцы нет нет ну подавите сирийские повстанцы там же есть отдельно поставьте кого прикрывали соединенные штаты но смотреть там же есть асад потом повстанцы а потом идил и вы убили именно повстанцев которые воевали и с игиллом и с асадом а воевали ли они с игиллом и потом все украинские группировки сирийские группировки сирийские повстанцы взяли что только и кордом вы не трогали кстати курды воевали с игиллом и они до него и и прикрывал соединенные штаты до некоторого времени часу перестали а у курдов проблема с турками турки не любят курды просто такая идея о том что мы туда я понял вашу теорию я не особо и разделяю но я понял это все важно это все вместе пойти нет какого-то одного простого ответа ответ очень сложно наверняка что-то нефть присутствует там присутствует выход средиземное море да там же есть военная база просто когда вы начали говорить что основное это то что мы чтобы игила не было это очень важно для нас а все остальное она тоже важно просто видите трудно поставить что-то на первое место бывают такие ситуации когда на первом месте все сразу здесь и я русские интересы и экономические интересы и защиты интересы своих своих рубежей страны так далее там целая куча всего опять же новое оружие где первое испытывать вот эти новые вооружение единицы нужно проверять его где-то не на полигоне но когда скоскому даст и понимаете а где-то в реальных условиях реального боя до при экстремальных температурах там песок и так далее так далее я так понял что ваши нитки показали себе не лучшим образом вышедших собирать их экспортировать я вот это который панцирь и вы имеете ввиду я я тоже я так и не понял но что тамского была проблема да там насколько я понял особенно в ливии там была проблема говорится двух порядков первое ливийцы пожадничали тот же софтар но это же не бесплатно все правильно вот авто второе я так понял что они то ли не доучились то ли переоценили свои возможности то есть там чем дело этот панцирь он состоит не из одной машины она тоже может стрелять но у нее там есть определенные мертвые зоны а там должно быть из нескольких то есть это батарея из нескольких машин плюс станция радио радиолокационной разведки и я так понял что фактор он либо пожадничал либо может наши не захотели ему все подряд отдавать потому что там учиться долго вот ему поставили объяснили как пользоваться он не смог и поэтому там турецкие самые разбивали уничтожали несколько машин но надо с другой стороны кстати тоже сделать отметку что те же турецкие сми сообщали что порядка 30 процентов боевых дронов которые туда отправляли были сбиты именно панцирями то есть те которые прорвались они уничтожили панцирь а те которые не прорвались и не прорвались короче давать чучмеком и сложное оружие это не самая лучшая идея еще раз я время я не расслышал искали сложное оружие я сказал что давать чучмеком сложное оружие а ну не надо так называть мы просто понимаете на любом сложном оружии высокоточном там могла нему уметь работать помните вот этот кадр и были на обучать надо ну да ну по обучать это с ней два дня приехал там это с ними windows выучить понимаете как браузер включить это все-таки надо знать язык понимать там же все на русском написано на арабском нужно уметь все это читать понимать и так далее это годы годы понимаете ну хотя бы год для чем вообще за стилю заговорили не стоит я уже не помню хорошо получилось что-то мы решили пробежаться по всем темам короче да и это не попал это по-моему из-за того что это самое вот из-за этого треугольника а причем при чем-то сирия ну вот мое мнение такое что сша не выгодно чтобы усиливался китай за счет россии россии не выгодно чтобы китай усиливался за счет рынка в сша сша не выгодно и китаю не выгодно чтобы россия дружила с другим против себя ну и россия наверно ски поэтому в идеале должно быть все равновесие понимаете поэтому когда в америке плохо и потом обратить внимание у нас же есть эти рынки как они нефть там сидела королевой сша плохо у вас тоже давайте сделаем что такое отступление но трендежа до полтора часа мы с вами сейчас на часы посмотрел ядрен батон давайте говорите короче говоря читал я когда-то труды фрейда фрейд он корешевал шарко и они делали они делали эксперимент они вводили человека в состоянии гипноза потом в этом состоянии они просили взять его зонтик допустим а потом выводят из состояния гипноза чек стоит посреди комнаты зонтиком ты чай зонтик взял чудик он смотрит на зонтик и говорит ну я его взял потому что не хотел мне просто зонтик их хотел его посмотреть или я его взял потому что я думал сейчас пойти на улицу там может быть дождь какой вывод сделал фрейд человек ведь человек готов способен на ходу придумать объяснение и сам и у него поверить вернемся к нашим баранам к неграм мне кажется опять супер на просто опять русский основе всего лежит в основе всего лежит простое злорадство но признать за собой злорадство не хочется поэтому начинается выдумываться задним числом сложные смотрите задним числом начинает выдумываться сложной теории чтобы самому себе не показаться просто простым нормальным злородным обывателем из ты сам начинаешь в это верить что и в самом деле я же думаю треугольники я же а там лишь в основе все просто нету не в томсерь для этого у них там все сложно нам всё равно xu прервала почему вы думаете что я думаю что у них там все сложно или просто для нас и там все сложно для них у них все просто или может наоборот мне как бы не в целом не равно я Я просто считаю, что порядок должен быть в любой стране, неважно это Соединенные Штаты или нет. Когда у нас были беспорядки на площадях, помните, там, болотное еще где-то, я точно так же не поддерживал людей, которые незаконно вышли на площади и так далее, и выступают. Понимаете, должен быть закон. То есть нет законной порядка, нет государственной спокойствия и развития. Когда люди выходят с самыми благими намерениями на площади, а заканчивается это все погромами и мародерством, невозможно этих людей не осуждать, на мой субъективный взгляд. Но если люди просто требуют равноправия, это прекрасно. Но если они требуют равноправия в ущерб кому-то другому, то это, по-моему, неправильно. То есть почему, например, среди прочего равного, я как работодатель должен давать предпочтение не афроамериканцу, только потому, что он афроамериканец, а не белый. Это с какой стати? Пускай добиваются таких же результатов. Вы чувствуете, что негры неправы, по сути, правильно? Они неправы в том, что они выражают свой протест в агрессивной форме. Если они хотели стать лучше, они должны были бы создавать свои политические силы, третью партию в Соединенных Штатах, баллотироваться, и так далее. У них уже есть свои партии, демократы. Значит, она недостаточно негритянская. Что я могу сказать? Недостаточно в них... Даже президент был мегром демократом. Значит, это... Ну, если они считают, что слишком мало афроамериканцев в управляющих структурах, и, наверное, так и есть, значит, с этим надо бороться, но не с помощью погрома. То есть погрома приведут только к тому, что государство ослабнет. А кто этого хочет? Просто я вот... У нас государство было слабым. Я не хочу кому-то такой же судьбы. Зачем мне это? То есть, я рад, что все упростилось. Мы... Вы начали сложные объяснения с помощью треугольника. Теперь вы дали более простое объяснение. Вы смотрите на то, что происходит... А я этот треугольник изменился. Вы смотрите просто на то, что происходит там, и видите, что негры неправы. Нет, они, может, и правы, но дело их правое, а действия неправильные. Левое. Ну, то есть, они правильно борются за свои права, но делают это негодными методами, понимаете. Ну, на мой субъективный взгляд. Я думаю, что... Вот как вы относитесь к тому, что белые, это само люди, там, целуют ботинки afroamericanцев. Знак покаяния. По-моему, это... Они вроде становились на колени там. Ну, вот, ну и становятся на колени там, да, там, просят прощения. Прошло 150 лет, у кого упрощение просят? Уже даже, как после Великой Отечественной войны, уже даже не осталось людей, хотя бы даже единиц, которые могли бы это все помнить. Понимаете, уже сменилось там 3-4 поколения, а вы все еще просите прощения. Может быть, надо каким-то другим способом быть специальной программы для них разрабатывать, обучение там дополнительно, квоты какие-нибудь в университетах, чтобы они умнее становились. Гетто вот эти разгонять, да, с преступностью как-то агрессивнее бороться. Оружие, в конце концов, отменить в свободное машине, с наркотиками поагрессивнее бороться. Ну, какие-то меры предпринимать. А если так вот просто спустить все на тормоза и устраивать эту отмену там полиции, там, закрытие полицейских участков, у них там в некоторых штатах, там, чуть ли не полицию разогнали, чертям с менячим. Ну, так, а какой результат будет? Они будут ослабевать это плохо. Америка ослабнет, Китай наберет мощь. Какая нам разница, под кем сидеть? Нам, всем я имею в виду, всему миру. Кто, какая разница, кто будет диктовать свою непреклонную миру всему остальному мировому сообществу? Америка или Китай? С американцами хоть все понятно. Понимаете, у них как бы бизнес ничего личного, а с китайцами мало что понятно. Вы бы хотели под Китаем быть? Не, я понял вас. Я как-то еще дачу. Возвращаясь к тому же дедушке Фройду, я сам себя постоянно ловлю на мысли, что я пытаюсь задним числом что-то более так... Это правда, где-то показаться... Короче, я начинаю наворачивать сложные конструкции. Объяснить, не смотря в суть себя самого и своих желаний и хотюнов. Опять-таки, если я правильно понимаю, возможно, я ошибаюсь, но если я правильно понимаю, то в основе всего вот этого вашего российского ажиотажа по поводу негров в Америке лежит ровно две вещи. Нет ажиотажа особого. Есть интерес. Ну, какие две вещи лежат? Извините, я вас прерываю. Вы просто делаете классное утверждение. Ну, интерес. Короче говоря... Значительно. Ну, у вас в СМИ постоянно разгоняются разные темы. Только не это... Так я не знаю. То есть... Так я не знаю про две интересные вещи. Печаль. Какая печаль. Зачем я его прерывал? Ну, ладно. Продолжение следует...